Всем привет, дорогие друзья! Сегодня чащу комп подписчика. Человек подозревает, что у него майнер сидит, но я смотрю, тут кроме майнера еще такая достаточно дикая помойка. Вот, сейчас посмотрю, что у него творится. Уже как бы на первый взгляд, да? Посмотрим на рабочий стол. Амиго под снос, войти в интернет, тоже какая-то примочка от Mail.ru или от кого-то, не помню уже, или от Rambler. Тоже какие-то левые значки ВКонтакте, Одноклассники, все в помойку, поиск в интернете, туда же, Комета. Под снос. Я смотрю, здесь еще, по-моему, U-Bar поставился. Не уверен, U это бар или нет, но какая разница, это все равно помойка. Все равно будем удалять, потом уже будем майнера смотреть, но комп тупит существенно конкретно, то есть я пытаюсь что-то сделать, он долго-долго думает. Я смотрю, тут новый креатив от помоечников, от кометовцев, видимо. Тут еще и кнопочку пуска они переколбасили. Это уже что-то свеженькое, до этого не было. Видите, как десяточку весело изменили и сюда запихали свои Одноклассники ВКонтакте. Mail.ru, мой мир, в общем, Rambler почта. Даже пуск такой кометный стал. В общем, гадость какая. Так, сейчас попробуем диспетчеру задачи открыть. Вот я нажал правой кнопкой, и он долго-долго-долго-долго-долго думает. Мне интересно, кто ж жрет столько ресурсов-то. Давай-давай-давай-давай. Прям все это так с трудом, с трудом. Мне приходится слушать музычку. Пока оно думает. Подробнее. Да, 99, загрузка ЦП. Возможно, и майнер. Ну, давай же. Мне надо сейчас окошечко вниз растащить, и я вот жду, пока оно откроется. Так, сейчас отсортируем. Ну, еще чуть-чуть, еще немножко. Почухайся, родной. 99 ЦП, это, конечно, круто. Так. И какая-то дрянь все время открывается. Вот уже второй раз открывается браузер. О, WS Graphic Desktop Engine. Да, похоже на майнера. И вон еще всякий винхост. Это тоже не виндовая явно в софте. А вот эту гадь бы где-нибудь достать. Сейчас попробуем свойства посмотреть, где этот файлик валяется, чтобы было понятно, как его грохнуть. Видите, загрузка ЦП 53%. Плюс вот эти винхосты еще загружают до остатки. Вот у меня есть как бы мысль на своем компе, ну, на виртуальной машине, потестировать программу чистилка. И я хотел сделать стрим, чтобы в нем посидеть вместе с подписчиками, позаражать комп, и потом его почистить чистилкой. Ну, чтобы он же как бы изначально чистый, у меня виртуальная машина. Вот. Здесь человек... Я честно полазил как-то 15 минут, попытался чем-то заразиться, не нашел. Человек тупо вот скачал одну GTA, или даже ее не скачал, а пытался скачать. Он просто перезаражал у себя все. Ну как, блин? Я не понимаю, просто не понимаю. Вот он, c-user, садмин, апдата, локал, бустер. Сейчас туда сходим. Давай, давай, как же, как же тяжело-то. Слушайте, а если ему приоритет пока поменять? Просто я не хочу его снимать, процесс, пока я его не найду в файлах и папках. Сейчас правой кнопочкой нажал. Есть тут какой-нибудь приоритет? По-моему, нет. Ладно. Где-то было задать приоритет. По-моему, этот процесс хакер умел. Но до него еще добраться надо. Тут просто все так быстро, очень. Прямо под музычку. Конечно, если бы я работал локально на этой машине, я бы, наверное, загрузился в безопасном режиме. Хотя в десятке они бы что-то так замудрили этот безопасный режим. PS Graphics. Так. А, апдата. Чтобы апдату увидеть, нужно в вид сходить. Потому что это системная папка, она скрыта по умолчанию. А, ну давай же. Ну ладно, вы еще на ускоренном это посмотрите. Галочку, скрытые элементы. Это такой мануал для очень медленных людей. Вот оно. Что там, локал и бустер, по-моему, что-то было такое. Сейчас я нажал, я жду. Так, отлично. Писи бустер. Он не бустер, он ступер. Стопер. Или ступит. Атуплятор. Тупо один экзешничек. Окей. Ладно, тогда ее грохаем. Давай, 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 снять задачку. Или он ее перезапустит сейчас. Так, немножечко все оживилось. Свойства. Сейчас сходим в другое место. Давай, 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 давай. Оп. Собака опять там что-то перезапустил. Ну, ничего, мы сейчас доберемся до обоих родной. Так, сейчас вид. Расширение имен файлов. Сможем его сейчас переименовать. Отлично переименовался. Второй раз он уже не запустится. Потом его удалим. Так, и теперь мне вот сюда надо попасть. Откроем пока мой компьютер. Он забивает остатками все. Так, идем в папочку. Вот она, какахов номер 2. Ты переименовываешься или нет? Или он сейчас скажет, я занят. Не, нормально, переименовывается. Кстати, чтобы он заново не создался. Есть такой способ хороший, я в каком-то видео уже рассказывал. Можно создать папочку с таким же именем. А Windows не может создавать. Ну, потом он не сможет создать файл с таким же наименованием. Если в одной папке не может быть папка и файл с одинаковыми именами. Абсолютно одинаковыми. Поэтому вот такой вот вингхост иксе уже нельзя создать. Мне интересно, они в разных местах лежат или в одном? Ну-ка еще, посмотрим. А, я смотрю, уже значок сменился на папочку. Значит, он нас ведет туда же. И он уже не смог запуститься. И он размер 0 байт. Так, ну вот. ЦП у нас немножечко разгрузился. Что не может не радовать. Вот еще тут питон что-то где-то сидит. Я подозреваю, что это что-то написано на питоне. Да, сетап СК какой-то. Это явно не язык программирования. В том плане, что на нем написано, но это явно не какая-то полезная программка. Так, товарищи, мы тебя удаляем. Пришло твое время. Так, PC Booster тоже умрешь ты у нас. Я думаю, надо в папке Local создать текстерсничек с надписью PC Booster. Чтобы эта дрянь к нам еще раз не попала. Я смотрю, что будет полезная программка с таким же названием. Ну, когда-то она попадется. Вероятность этого сильно мала. Сейчас потише сделаю, потому что вам музыка мешает. Потому что мне в наушниках нормально, а потом на записи неизвестно, как это будет. Вот еще какой-то геков меня смущает. Да иди сюда. Так. Кометы. А вот опять эти питонины тут. По-моему, я его уже видел. Просто не сходил с ним в папочку. Ctrl-C. Идем Ctrl-V. Тут что-то много всего, я смотрю. Ну, так он окошек не изображает. Поставлен был достаточно давно. Ну-ка, сетап СК. Ты кто вообще? Кто ты, что ты и куда ты? 17-е, 10-е. Нет. Не так уж. Он прям какой-то активный. Что делать, непонятно. Может, хоть так по настройкам понять, что он, куда он. А, это какое-то говнище, скорее всего, судя по тому, что он тут процессы какие-то должен отслеживать. Что-то запускать. Мне кажется, это дрянь, которая в браузере какахи прописывает рекламные. Как только стартует что-нибудь, она туда прописывает какахи. Поэтому ее надо сгрохнуть. Ну-ка, она честно удалится или нет? Что, их там так много, что ли, что столько времени надо удаляться? Так, этих всех пока позакрываем. Как интересно, сделан переход между свойствами и свойствами. Когда он все остальные окошки десятка закрывает, оставляет только то, на которое у меня мышка наведена. Что-то, по-моему, он залип. Ну-ка, если мы тебя так снимем. О, а так он да удалялся. Не, ну красавец, пока задачку не снимешь, он не удаляется. Вообще, молодец. DrivePack Solution, что тут делает? Тоже помойка в последнее время стала дикая. Вон они висят, софтвары, драйверс, софтвары. Зачем? Зачем? Не нужны их тут всякие кометы, гиков. Так, ладно, схожу к себе на сайт, сейчас заберу оттуда утилиты. Чтобы было с чем работать. Так, питоны у нас подохли, процессор мы разгрузили. Видите, уже 11%. Чудненько. Так, сейчас лишнее. Сейчас начнем потихонечку чистить. Спасибо за 12 котов. Так, сейчас 140-200. Вот гаденыш, он все равно лезет. Еще какая-то дрянь сидит и лезет, и перекидывает на какой-то левый сайт, потому что он здесь выплыл, и потом исчез сразу. Так, что нам нужно? Нам нужно авторанс. Нам нужен ADV-клинер. Зараза, вот он берет и куда-то... Нет, нормально все. Я вроде средней мышкой тыкаю, но вот вставка какая-то тут залезла. О, загрузки, 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 загрузки. Так, там надо тоже все почистить. Я, в принципе, человека спросил. Он дал карт-планш, сказал, что чисть на свое усмотрение, можешь меня не спрашивать. Ну, что, сохранился или нет? Или я в два раза сохранил одно и то же? Тяжело, конечно. Потому что постоянно какая-то хрень вылезает. Он, видимо, на клики мышкой реагирует. Вот видите, он мне на сайт какую-то бодягу вставил. Для деток. Шампунь и крем и какая-то шляпа. И вообще, походу, все заблочил. Вот, зараза. Нет, не заблочил, просто тупит. Ох, как же тяжко-то. И причем браузер, кстати, не опера ни хрена. Спустилась какая-то бодяга невнятная. Потому что менюшка не оперная. И закрыл все. Красавец. Сейчас посмотрим, куда оно ведет. Возможно, уже не туда, куда надо. Нет, туда, куда надо. Видимо, при старте подменяется. Ну-ка, еще разик. В чистом виде попробуем. Не с ярлычка. Нет, все равно это бодяга вылазит. Все равно это, по-моему, это не опера. А, нет, почему опера? Туплю я менюшку просто не увидел, извините. Так. Я все-таки надеюсь выкачать. Еще раз обновим. Просто что-то уже процесс затягивается. Я думаю, может, со своего компа скачать. Просто я их люблю отлавливать, когда они как бы, ну, в реальном времени висят. Вся эта дрянь висит. То, что потом ее сложно выковыривать. Да, опера съедает, конечно, на ресурсах пипец сколько. Все, как бы свернулся, но как бы не свернулся. Он там еще какие-то окошки открывает, не спросившись. Возможно, на какие-то сайты ходит. Специально. Так, и кто у нас здесь может влиять? Вот эта вот бодяга, скорее всего. Придется ее так сначала удалить. Под IPTV косит, забавно. Так, идем сюда. Их даже по названию можно вычислять. Ну, что за IPTV-сервис? Кто ты такой? Переименовываем. А теперь снимаем задачку. Это чтобы он заново просто не запустился. Бах. Все, нету больше IPTV. Теперь удалить можно. Тут какие-то названия непонятные. Temp и Temp. Как правило, не бывает с такими названиями файлов. Тем более в Program Data. Это тоже странная штука. Тут, конечно, слово Microsoft есть страшный. 15-й год, но я сомневаюсь, что это что-то ценное и полезное с таким названием. Ладно. Не хочешь как хочешь. Не буду зацикливаться. Geek-off. Тоже какая-то трялька. Блин, где-то у нас же есть эта кнопочка, типа, показать, сходить в папку с файликом. Есть, нету? Нету, ладно. Вот он, этот Geek-off непонятный. Ну, снимайся, родной. Снимайся, родной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 сразу уйди отсюда отказил сдохни спасибо он прямо на каждой страничке культ как аху открывает я представляю сколько эти годы зарабатывают на рекламе на таком огромном количестве показов этот вставка сверху явно не не родная не сайт прям браузер открывать опасно еще мне нужен бисен инсталлер потому что мы сейчас по списку пойдем после того как я все процессы поубиваю опять какая-то бодяга давай еще раз либо на какой-то левый поисковик вообще перекидывает google.com а а вон там подсказывает сколько там инсталлеров то всяких ну ты же подсказывал бисе то есть набрать козел так на яху перекинул бисен инсталлер давай 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 да вот с этап хотя меня и портей был бы устроил но он по моему там спрашивает при установке ей отлично все мы можем закрыть этот жуткий браузер пойти наконец загрузки что за приложение добавленного автозапуска ей а это драйвер пак шняга понятно ребят ведь какая помойка драйвер пак он типа нам что-то подсказывает комментарии какие-то еще ну может быть оно и чем-то помогает и чем-то чистит но я его не не приемлю после того как он стал насильно всем впихиваться в комп вообще его не просил что он тут висел и чет не советовал так теперь час отсортируем по дате изменения все это выделим душа смотри тут пипец сколько всего оставлю папочки с гтшками с фаркрайами виндлокер короче это все можно потом скачать и вот то что последний я скачивал не буду мне кажется я уже чистил этот комп возможно а может и не то что папочки такие четыре нуля я очень люблю делать интересно с какого лешего он где-то открыт где-то торрент качалка что ли его качает и сошка открыт она сошка нами смонтирована окей все и сошки не трогаем сейчас выведу чтобы все показывалось область уведомлений хочу все значки видеть спасибо так еще где-то 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 было хочу мой компьютер вывести на рабочий стол нормально не и не и значком а именно прямо мой компьютер чтобы не свойства были это помнит в персонализации торчит цветах так мне еще нравится что не очень черное все это в темах вот они параметры значков рабочего стола и вот компьютер мы выносим на рабочий стол так этот убираем который значком но сверху появился нормальная версия так всякий поиск в интернете одноклассники я посмотрим куда это все ведет какую помойку все ведет к амиго чудненько тогда сейчас булкроп инсталлером амиго вычистим и потом остаточки уже в папке до ковыряем английские русские нам не дали ну ладно вам порты и был фу отлично да 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 согласен ой да даже можно вот прям пустив загрузки и закинет все равно он будет переносная версия поехали так давай launch и сейчас процесс хакером поковыряем извлечь что у нас вообще за железо что он такой средней шустрости корик ватт 4 гига ну более-менее более-менее не ай серия конечно что-то на 5 тупняком стал либо это и нет тормозит просто на удаленке сейчас процесс хакер запустим ну давай открывайся уже модуль защита вас ты бы лучше от всякой как и защищал что-то от чего надо ты нифига не защищаешь вот он драйвер по клоуд смотрите какаха 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 powershell powershell тоже эта хрень вся как-то связана с драйвер по клоуд потому что от него все запускается с какого лешего он туда вообще лезет и в таком количестве еще от процессор пару процентов времени отъедает еще вы на это что-то качает смотрите 587 килобайт что-то отправляет какие-то данные какого хрена я спрашиваю товарищи из драйвер пак solution идите лесом умрите пачкой вот смотрите вот чуках какая-то недобитая от рип не знаю что за утилитка но вообще проверено то есть microsoft windows что-то от windows а родное на пирас такую штуку вижу на надо это надо в интернете гуглить ты у нас кто вот драйвер по клоуд смотрите видите верхней строчкам с х то x и потом юсера с админом дата драйвер по клоуд апдейтс это апдейт от драйвер пока то что то есть тоже грохнем ее я думаю снесем папку с драйвер пока мы там ничего не останется но у логу паршил что-то еще опять драйвер по клоу темп видите там куда-то он ведет не успокоится то никак убираем убиваем сразу все дерево связаны с драйвер паком one click тоже так идем к был крапан инсталлеру далее далее да тут можно все далее там по умолчанию все достаточно безопасно настраивается так и я люблю когда у меня галочки стоят по моему здесь что где он тут вот чекбоксы выбора чтобы сразу можно было несколько отметить так тебя не надо драйвер изи интересно что такое very silent типу совсем тихая драйвер изиком я так понимаю это программулька которая позволяет драйвера поставить на комп я бы и удалил так я думаю что все здесь уже поставлено и она теперь висит системе не под чем занимается до дрова все стоят насос десятка умная она и сама все докачала поставил без всяких драйвер изи так и вар я тоже думаю надо грохнуть отсюда умри подонок не не умер иначе это был не юбор и кто-то еще а это было комет комета лаунч панели круто так skype пока просто удалим но смысле просто выкинем из автозапуска он потом сам запустится one click up есть он тут или нет так комета мы тебя убиваем так драйвер пак мы выделили создать x не знаю кто такой где лежит программа files very silent опять какой-то параметр типа вообще никаких признаков жизни что ли не подает или когда ставится втихую ставится молро апдейтер убираем так ван клик туда же ты кто у нас 22 прям сегодня что ли у и фо какой-то убираем виджет тоже тоже смотрю дата тот строит 10 прям вот сегодня поставленный что ли компани ком круто ваще название шикарно беседный сталлер этому и есть так амиго боковая панель комета кнопка пусками тогда это вот кометная дрянь все правильно я говорил и тебя туда же так но это на вскидочку потом авторанс еще про шарим посмотрим что грузится вместе с системой но пока вроде чистенько больше ничего не вижу давай давай нет да убить все конечно вы чё да 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 мечтаю прям не то чтобы хочу прям мечта у меня такая чтобы никаких комет на компе не было так торрент надо закрыть чтобы быстрее все было да 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 мечтаю верните нам нормальный пуск опять пойду в папочку чтобы не потерялась я потому что ручками хочу дочистить я не верю стандартным деинсталлятором и потом я лучше ручкой вот это все дерьмище выт вытру отсюда поиск куда ведет интересно а то есть это тупо от explorer он запускается ну короче ладно тогда поиск можно сразу убивать на что только значок ничего более страшного нету давай давай трейер по клоуд умри уже помойка такая стала раньше нормальная программа была сейчас на сильные везде впихивают до мечтаю умри читай уже много раз умри сказал да 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 удалить данной работе браузере да и тебя туда же пожалуйста пожалуйста снесись готова что тут пытается еще открываться до хочу удалить спасибо 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 какая-то пародия на хроме он причем висит в запуске и и по-моему вообще больше нигде не видно ютси а то ли это то то дерьмо которое запускается да нет вроде по по значкам когда я тыквы запускается нужны и этот юг его непонятно он в автозапуске вроде не это не перезагружать встань на чем все что ли а сейчас он нам будет искать так дам хочу этого юка я так и не увидел может он где-то тут конечно есть в удалении программ так тут пробежимся тут просто не выглядит немножко по-другому not fast data меня конечно смущает fast data x сейчас я пробью кто это такой linkedin л.н.к. это пародия linkedin к это левак какой-то что ли короче программка не бьется поэтому я бы ее снес и просто как бы нету microsoft one drive тоже не думаю что кто-то пользуется тут потому что он даже не активирован да не активирован и не подключен тоже удалим его не нужно так что нас с остатками виджет виджет здесь всякие загрузки непонятные драйвер по клоуд убиваем все давай нет сейчас обновиться может что-то удалил может тут не удалил дар пак ты чё еще не сдох до конца а и этот игреку у ю который так чё то его не видно такое ощущение что он вообще не фигурирует в установке удаления программ как как бы он переносной удалить уже товарищ а он какой-то компонент просит красавец чтобы эту дрянь удалить нужен какой-то еще компонент на его поставил надо будет три будиться хотим найти остатки программ хотим ася просто в папочку с ним схожу свойства x86 драйвер по cloud сейчас ходим посмотрим ручками закрыть c программ fast x86 какая-то дрянь тоже судя по названию давай давай умри ты тоже туда же хорошо что я зашел называть слава богу вы пришли вот он клоуд который никакого хрена фреймворк просит просто умри и все так вот промахнулся мим клавиши все и нет тебя без проблем вот эту еще нижнюю шляпу тоже надо убрать все что с такими адскими именами можно тереть так тут вроде красиво так дальше но вот та дрянь явно майнером было все таки майнер мы нашли и грохнули его в самом начале не вижу в чем была сложность его же явно видно так но этот уц его просто доубью то есть это явно браузер точнее поделка на базе браузера и он нигде не фигурирует а ну конечно конечно он же у нас тут запущен правой кнопочкой удалить терминой 3 ну типа удалить дерево запущенных процессов а теперь повторим попыточку но пропустим хорошо ну чё ты сдох не сдох ютс ты наш ух ты как все глубоко то поэтому видимо не стирался что ли так этот убился ступился ты тоже ютс и ты умри отлично тут есть зачем задуматься что за в апдейт удаляем вообще пустая папка это поиск какая-то тайл дата лэйр какой-то слой чего-то там недавно было только 21 число то есть вот прям на днях как раз к заразились так вопрос лог какой-то служба репаре то и состояние ничего не понятно что называется и кем-то нас занят вопрос может это open vpn какой-нибудь не похоже вот еще какая-то непонятная штука юзер мод фон драйвер а он от кого да нет винтовый винтовый культурный так open vpn ки мне этот от рип смущает фонд рв хост при но он подписан микрософтом тут все правильно тоже я не вижу ничего экзотического тут тоже все подписано микрософтом несмотря на вкусу конечно так ну ладно основное выгребли тирус конечно в этом плане вообще без реакции потому что он не различает амиго это то что за ним не дотерлась то что хотел ручками вытереть не зря хотел вот комет тоже речь мазила как лишняя папочка ну ладно это уже все мелочь так сейчас попробуем в к чуть сделать в к берем отсюда пашка по обновлению рабочий столет тоже не нужен он в пуске есть если нужно его можно оттуда достать так посмотрим что у нас на браузер какая дрянь вылезет или не вылезет у вас диск линер сохраняем опять это дрянь так опять это дрянь может она у нас просто в этих в модулях сидит так не понял а я есть то есть что-то я туплю совсем то есть я не могу в расширение попасть да тем не менее вот эта бодяга у нас вылезает процесс хакере мы тоже ничего лишнего не видим то есть это где-то прописано в самой опере дополнительных примочках теперь надо вспомнить кто же их у нас удалял в каком-то он инсталлере у нас было кроме bullcrap и обид он инсталлер по моему умеет это делать он по-моему умеет эти плагины из браузеров ковыривать как раз потому что я смотрю тут в опере может ее проще вообще переустановить потому что в расширение попасть не могу то есть значит что-то где-то заблочено проще наверное снести оперу и заново ее поставить потому что то что я их удалю не факт что в опере какие-то еще настройки кривые ну как бы не поменены поэтому наверное лучше ее будет заменить так загрузки идем все настали сейчас снесем оперу все-таки со всеми примочками это будет быстрее проще в хроме наверняка тоже такая гадость так что проще наверно переставить и chrome оперу сейчас посмотрим что в хроме творится там настройки заблочены или нет да здесь тоже реклама я смотрю удалить удалить сдохни блин сара закрыл здесь еще и со звуком вещи веселее здесь решение не заблочили как аха не знаю он работает или нет вообще блокировщик для ютуба что-то мне не нравится слово это есть отблок нормального в принципе тоже это все блочит снесу-ка я его не знаю чего за проба напишите тогда в комментах нормальный или ненормальный проба тебя тоже в помойку ну что как у нас авиабилеты что за ссылка интернет ссылка интернет ведет в какую-то шляпу я смешу здесь кто-то билеты ищет так ну chrome вроде почистили окей а в опере значит эта хрень заблочена поэтому оперу придется носить целиком так опера удалить деинсталляция не создавать да удаляй все у меня но а и и и кое-как и 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 Продолжение следует... 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 остаточки файлов уже нет просто записи остались open vpn ага ну возможно кого-то лишнего грохнули конечно но я думаю человек если уставил заносия поставит если вдруг тоже непонятно к эта хрень куда ведет какой-то неизвестный вообще параметр но тут тоже опасненько я просто боюсь снести что-то не то человек-то на удаленке к нему физически не доедешь вроде здесь все подписано просто кто это пытается грузиться и куда mscore es dll какие-то ядра микрософтовские можно единственное что попробовать проверить этот файлик c где у нас там c windows system 32 mscore es неизвестное приложение но тем не менее microsoft подпись их тут вон сколько 15 года до старый достаточно файлы не будем трогать короче здесь все за подписями у всех здесь все хорошо так но вопрос с оперой ты решился или не решился с открыванием всяких какашек торт оса гид это ладно после перезагрузки сдохнет может в реестре что-нибудь пробьем что станет понятнее так хочу пуск нормальный пуск меня явно смущает опять это гадость ладно перезагрузимся увидим так пуск классик шел ай-яй-яй-яй тыкнул средней кнопкой думал откроется download translated versions русский ну что откроется или нет откроется отлично так отсортируем classic shell setup что там zip в зипе что ли что-то глубоко то что-то нет не нравится херня какая-то у него такого значка не было я не помню по крайней мере куда он меня там отправил ну-ка еще раз что-то я классик шел заподозрил может его со своего сайта проще скачать то он странный какой-то блин не то classic shell пусть лучше он потом обновится что у нас не хочет ничего открываться фригейт нужен что ли я же не знаю где у человек компьютер походу на украине да что же такое то фригейт открылся мне открылся нет походу а вот для украины в принципе неважно тут хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, это похоже на правду, ну-ка отсюда... Вот он здесь тоже нормально выглядит... Кофигон там такой кривой и веселый, непонятно... И что это такое вообще я скачал... Продолжение следует... 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 Так, окей, давай открой нам уже общую менюшку, нам нужен продвинутый пользователь. Пошире мы не умеем сделать, так, анализа не надо, остаточной записи не надо, а вот остальное пусть почистит. И начать очистку сразу, скан. Сейчас перезагружусь и еще раз проверю, сдохла эта штука в опере или нет. Ну-ка, сейчас пока, живая нет? А, пока нет, пока что-то висит еще в системе, в процессах где-то. Ну вот опять, где они висят? Блин, может процесс хакером сервиса посмотреть? Ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу, как вот этих гадов выковыривать, которые, блин, ну правда, они нигде не отображаются. Есть еще процесс эксплойер вместо процесс хакером, можно в нем попробовать посмотреть. Есть еще файл-монитор, можно прицелить опере, посмотреть, куда она обращается. Тоже вариант. И давайте еще процесс эксплойер попробуем. Может кто-то из них просто увидит, я на это надеюсь. Потому что если эта гадость еще и где-то подменяет, я не знаю насчет классик шелла, то что я качал это совпадение или нет. Процесс эксплойер забрали. А, файл-монитор, а где ты? А, он заменен, типа, процесс монитором. Ну хорошо, пусть будет процесс монитор. Вообще, я люблю от Майка Русиновича утилиты, они классные. Они маленькие и классные. Так, и нам нужен еще процесс эксплойер. Сейчас у нас там превайзер пока чистят, поэтому вряд ли у меня что-то получится. Давай, давай, давай. Вряд ли у меня что-то получится сейчас посмотреть файл монитором, потому что он отображает все файлы, которым система обращается. Вот. А процесс эксплойер можем глянуть. Просто там очень много записей будет, пока чистка идет. Так, я смотрю, он облагородился, стал больше всего видеть. Это все в виндой подписано, вон Microsoft, 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 Microsoft. Тоже Microsoft, OpenVPN, сервис. Но я думаю, OpenVPN это не гадость какая-нибудь. Или уж его удалить тоже на всякий случай. Он вроде нормальной утилита. Не может же он гадить в браузер. Ну не вижу. Все здесь, блин, Microsoft подписано. Или TeamViewer, или еще что-то. Процесс хакер. Все это, блин, тут все хорошо. Гадов не видно. Сейчас пока файл монитор посмотрим ради интереса. Точнее процесс монитор. Но там, наверное, дикая помойка просто будет, поэтому мы вряд ли что-то увидим. Лишнее закроем. Там, потому что сейчас обращение идет к огромному количеству файлов. Вон, видите, он тут. Их просто невероятно много. Поэтому вряд ли мы тут что-то посмотрим. Ведь тут TeamViewer обращается. Своё хост, превайзеры, двмки. TeamViewer особенно тоже много всего берет. К каким файлам обращается, поэтому мы не увидим. И реестр. Так, я не хочу реестр. Я хочу реестр убрать. Мне именно файловый нужен. Вот Explorer, куда обращается. Вот превайзер. Как раз сейчас он дочистит. И потом я оперу запущу и посмотрю, каким файлом он обращается. Может, тогда будет понятно. Пока все закроем лишнее, чтобы не мешалось. И я на паузу поставлю. Когда чистится, включу обратно. Ура! Чистка завершена. Этого понадобилось 12 минут 12 секунд. Красивые циферки. Закрываем. Окей. Тоже все закрываем. Ну, давай, давай, давай. Так, ну что, попробуем оперу запустить. Посмотрим, что получилось. Так, где у нас новее, где у нас старше? Сейчас по тайм менеджменту посмотрим. 41. Так, у нас сейчас уже не 11, не 16 далеко, а вот где-то оно внизу, что ли. 11, 28. Так, ну что, запускаем оперу и смотрим. Там же у нас какая-то бодяга вылезала. Fibnet.com.ua Так, сейчас должен быть старт опера. Блин, почему 16-то? Уйди отсюда. 28. Teamviewer, Teamviewer. Блин, где-то выше, что ли? Вот она, опера-опера. Офиг этот Search Indexer вместе с оперой запускается. Так, вот пошел у нас старт опера. Смотрим, куда обращается. Какой-то темп у нас. Transport Security. Я просто пытаюсь хоть что-нибудь найти, что связано с... Прямо хоть папочку оперы выноси напрочь. Ну, это служба индексации, она вроде никак не связана. Либо это где-то в начале, в настройках. Либо, опять же, я уже сейчас гадость убрал. А у нас где-то она страница по умолчанию так и включена. Нет, здесь чисто. Ну ладно, короче, я предлагаю перезагрузиться и проверить. Потому что я уже убил эту Делельку, она просто в оперативке сидит. И пока еще не выгрузилась. Как выгрузиться, все. Все пройдет. Окей, тогда уходим в ребут. Так, это у нас первые настройки менюшки пуск. Я тут люблю в обложке делать непрозрачную. Все. Это у нас Classic Shell встал. Вот такая у нас отличная менюшечка. Все красиво выглядит. Перезагружаемся. Так, очередная перезагрузочка. Надо уже добить все это дело. Так, проверяем оперу. Я надеюсь, что там что-нибудь не вылезет. Потому что хрен знает, что с этим делать. Все, значит, во вторая, если то, что я поковырялся и убрал Делельку, которая там грузилась в виде драйвера, решил вопрос с оперой. Так, еще разик сейчас ее перезапустим. Попробуем какой-нибудь мой сайт открыть. Еще пару сайтиков за ним же. Так, пока все нормально. Без вопросов. Ну, все получается. Чудненько. Ютубчик. Все. Опынуется. Так, круть. Круть несусветная. Так, что у нас? Значит, я все правильно нашел. Значит, просто это была Делелька. Делелька из авторанса без подписей. Ну, включи, ладно, вас security. А вот здесь опять 12 котов поперло. Так, ну-ка иди сюда. Может, это в остаточках где-то тут. Так, в расширениях нет. В настройках, может, тут в заданных страничках. Вот оно, да. Висит. Говнище. Окей. Заданные странички. Без заданных страничек. Новую вкладочку. Или ранее открытые. Давай так. Это кто у нас? Закроем его. Он там заблокированный, видимо, был. Так, и еще раз перепроверим. Видимо, это просто осталось Делелька с прошлого раза. Все, все, чистенько, чистенько. Больше никого у нас нет. Все, магазинчик Chrome. Все открывается. Ошибок не выдают. Яндекс. Ну, Яндекс там, наверное, заблочено. Сейчас туда не попадет. О, тут даже Аваст, я смотрю, подписал. Что все культурненько. Ну, ладно, окей. Принц, тачка шустрая, грузится в Мозиле. Так, и в Хроме надо еще примочки проверить. Настройки расширения. Да, здесь все как было, так и осталось. Что-то я не помню. Проверял, не проверял. По-моему, проверял. Ой, Firefox решил что-то поставить нам из обновлений. Ну, давай, 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 давай. Внезапно, товарищ. Так, ну, я думаю, теперь все это можно того почикать. Благо, оно уже не нужно. Так, и здесь эти 12 котов. Да вы достали. Дополнение. Дополнение, ничего нету. Так, значит, тогда в настройках. Тоже какие-то странички по умолчанию. Да, вот оно, мы до авто. Вот это вот. Установить по умолчанию. Все, спасибо. А в Яндекс-то он пустит. Ну-ка, еще разик. Где у нас тут? То есть, это Делелька висела и во всех браузерах подменяла стартовую страничку. Зараза такая. Да ты же ставил обновление. Че тебе еще надо, товарищ Firefox? Не сейчас. Блин, ты же сдох уже. Ты че такое? Full screenshot. Так. Настройки. Вкладки открыты в прошлый раз. А здесь мы сейчас сделаем я.ру. Все. Есть тут какая-нибудь кнопочка сохранить или что-нибудь такое. Тут ничего нету. Без прокси. Все, сохранил настройки. Это непонятно, блин, сохранил или нет. Так, еще разик. Опять эта дрянь с котами. Так, а в свойствах у нее ничего не прописано там? Нет. Что ж, теперь умазила эта бодяга, что ли, где-то там подвесилась в параметрах? Ох, зараза такая. Вот каждый браузер по-разному с каким-то косяком. Где-то меняется страничка, где-то не меняется страничка. Так, стартовая страница. Блин, да его проще надо переустановить. Где у меня там беседный инсталлер? Иди сюда. Просто сейчас я так хотел, можно найти, где эта стартовая страница прописана. Залезть в конфиг Mozilla и ее оттуда вытереть. Но что-то я больше склонен ее так прям чекнуть. Будет быстрее. И заново перекачать. Пусть нам пока он все, что связано с Mozilla, найдет. Или Firefox, наверное, лучше искать, а не Mozilla. Firefox. Мой, кэнди, какая-то сага. Это встроенная в Windows, по-моему, игрушечка. Так, где у нас Mozilla? Mozilla, Firefox и сервис туда же. Где инсталляция? Не создавать. Это вот эта игрушка встроенная удаляется. Вот как он удалился, а что-то осталось. Хочу найти остатки. Тебя тоже. Сомнительно нету. Да и плохо нету. Так, потер. Угу. А как же здесь папочки остались? Да, я хочу. Это где-то в application data, небось, валяется, зараза такая. И тебя туда же. А в application data, как правило, все настройки живут. И получается, мы Mozilla удаляем, ставим, а все настройки она опять подцепляет из какой-нибудь application data, из папочки своей, и все. И в итоге мы остаемся на том же самом месте. Сейчас я отсюда Mozilla поковыриваю. Вот какого фига здесь она папки оставляет? Тебя же удалили. Ну возьми себя и вытри совсем полностью. Не верен, что после перезагрузки она их вытрет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, заменили. Еще раз пробуем. Ну а ты, может, хоть переименуешься, нет? О, переименоваться он дает. Куда-нибудь ее утащить, чтобы там не лежало. Понятно. Не прокатило. Зараза, как же тебя сделать-то? Ну, хорошо, сделаем тебя владельцем. Себя. Ага. То есть мы стали владельцем. Уже хорошо. О, можем мы его убить или нет? С чего вдруг? Так, ладно. А переименовать мы можем? Вот уродство. А, ну, собственно, с этой папкой мы и боремся. Ладно, сейчас попробую вспомнить, как это делается. Нужно как-то сделать... Так, вот это тоже надо убрать. Может, все в этом деле было, нет? Да нет, для чтения так не влияет. Так, безопасность. Дополнительно. Там где-то есть назначить владельца сначала. Пользователь или группа. Администраторы. Аудит. Добавить. Вот здесь поиск, администраторы. Как-то это все закопано так магически, эти права доступа. Полный доступ. Так, вот так вот. Ну, теперь он нам даст или нет ее убить? Да что ж такое-то? О, с чего тут запретить внезапно влезло. Вот меня раздражает, что запретить имеет повышенный приоритет перед разрешить. Все. Да? Сдох. Просто наверху стояла галочка запретить. Такие права не давай. Оно все равно не перевесит вот это вот запрещение. Разрешение не перевешивает. А вот теперь я думаю, что все у нас будет хорошо. Теперь можно и мазилку переставить. Давай-давай, грузись бесплатно. Что у нас еще можно засунуть? XNU, collect codec pack. В автозапуске ничего нету. Там просто человек еще попросил ему что-нибудь полезное поставить. Но, честно говоря, я уже подустал и у меня уже нет особо настроения все это ставить. Архиватор там вроде стоял, винрар. Ну-ка. Да, винрар стоит. Так что, collect codec pack. Дауэллот. Давай откуда-нибудь. Спасибо. Так, XNU-шечку. Фотки открывать. Блин, XNU у меня где-то была прямая ссылка нормальная. Тоже на сайте лежала. XNU. Вот она, справа в уголочке XNU фото. Стандарт сетап. Поехали. Странно. Вроде там был этот с большим количеством языков. Почему у нас его нету? Да, лоц. Да, вроде все правильно. Почему английский вроде русской была все время. Либо какая-то свежеверсия вышла, которую еще не перевели. Не импортировать ничего. Ну что? Все чистенько, без какашек. Ну вот, уже гораздо лучше. Все открывается? Да, спасибо. Спасибо. Все красиво, все приятно. Не зря я все это блокировщика рекламы удалял. Который псевдоблокировщик. XNU русский язык там появился в менюшке. Не показывать окошко. Окей. Так, теперь ее надо один раз от имени админа запустить. Тогда мы можем присвоить ей запуск в Windows по умолчанию, чтобы она открывала все фотографии. Да. Все. Теперь вот здесь где-то в панели управления есть... Нет, это параметры пока. И тут где-то есть программы и что-то с ними связанное. Ну-ка, система. Там есть приложение по умолчанию. Вот они, по-моему. Вот, точно фотографии. Вот нет ее тут. Почему нет? После перезагрузки, по-моему, появляется. Ну ладно, пока оставим фотографии. Так, у нас там еще коллайтик был. Загрузки. Коллайт. Давай. И потом, так, нормал, 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 классик, софтворы. То есть, все можно по умолчанию вставлять. Так, и сейчас PDF-ки, я думаю, тоже человеку нужны. Лучшая программа для просмотра PDF. Sumatra. PDF. Да, блин. Да, вот он. Даунлот отсюда, x64, инсталлер. Сохранить. Далее, далее. Использовать сумат для просмотра файлов. Закрываем лишнее. Пуск. Да, еще, те, кто смотрит мои видео, постарайтесь все-таки рекламу просматривать. То есть, блокировщики отключать на YouTube, потому что с рекламы хоть какая-то денежка капает. А если вы ее блокировщиком все режете, то, соответственно, мне, как автору, ничего не попадает. Так что, если уважаете какого-то автора, то выключайте блокировщик рекламы. Это моя к вам просьба. Я обычно всегда, когда смотрю тех людей, которые мне нравятся, там, BadComedian, еще кого-то, или там, автоподборщиков, ребят, я стараюсь их рекламку просматривать. Она, в принципе, не длинная, не напряженная, иногда даже без звука. Поэтому, ну, это несложно сделать. А людям приятно, и какая-то денежка капает. Ну что, после перезагрузки, по-моему, она будет работать. Так она не хочет. Еще раз попробую. Но как-то не сразу работает. Ну ладно, значит, после перезагрузки будет. А у вас к нам на рабочем столе не нужен. U-Torrent я бы на Cubit Torrent поменял, там рекламы меньше. Где у нас U-Torrent? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Cubit Torrent. Custom und Shareover. X64. Ага. Понислась. Да. Закрыли, закрыли. Русский. Удалить main-стройки. Хотя, может, там что-то было скачено? Окей, окей. Все, чудненько. Да и, в принципе, все, наверное. Я бы еще браузер как-то так вот отдельно бы отложил. Кстати, что в Яндекс.Браузере? Там тоже пачка какашек или нет? Я что-то его не открывал даже. Не-не-не, вот все они прям упорото просятся по умолчанию. Да хватит мне предлагать по умолчанию себя. Вам не надоело? Дополнение. Что в дополнениях? Вообще странно Яндекс.Браузером пользоваться, если учитывая, что это Украина и Яндекс там нормально не работает. Поэтому я, наверное, все-таки Яндекс снесу, потому что, ну, не вижу я в нем смысла тут. Да-да-да-да-да-да. Хром, Мозил и Опер вполне их хватит. Лаунч ГТА, она вообще живая? А, ну, то есть, в принципе, она поставилась вроде как. Но видите, вместе с ГТАшкой прилетела еще огромная помойка. Ну, гудбай, гудбай, да. И ты тут тоже что делаешь? Везде чуть, зараза, прописался. Я уже где-то видел эти три закладочки в самом начале. Все, не открываешь, значит, не открываешься. Что там у нас по уведомлениям? Все, вроде всех-всех почистили, всех нашли. Здесь он в автозапуск не встал. Нет, не встал, ну и хорошо. Вообще, я думал, что на сегодня чистка уже окончена. Но через некоторое время оказалось, что это не так. Мой подписчик, которому я все это делал, мне написал сообщение в Телеграме и сказал, что у него качается какая-то хрень. Причем качается рандомно. То нормальный файл, то ненормальный. Полез разбираться, так что смотрим часть вторая. В итоге, короче, человек полез опять в интернет. И ему на некоторых сайтах, ну в данном случае на рутрекере, ему подсовывали при загрузке файл измененный. То есть какая-то, видимо, все-таки D-Lelica или Sys что-то висела в системе, грузилась вместе с системой и подменяла ссылки. В итоге он себе поставил еще пачку заразы всякой разной. Зачем-то запустил все это дело. Но зато стало понятно, что что-то где-то еще сидит. В итоге я выключил DR-Web. Вот все это дело проверил DR-Web. Он тут нашел всю кучу. Ну, что-то по списку, что я уже удалял. То есть оно просто заново поставилось, когда человек после моей чистки уже запускал приложение. Опять не те. Ну, надеюсь, сейчас перезагрузимся, посмотрим, что случится. Потом я еще раз хочу пройтись DR-Web к юридитам и посмотреть, осталось что-то или нет. После чистки. Так что антивирус, в принципе, надо запускать и надо делать проверку. И мы видим, что Avast не ловит ничего практически. То есть по качеству Avast отвратный антивирус. То есть нужно ставить что-то аналогичное, помощнее. Сейчас из всего этого списка остался только Geek of Sys, которая ошибка лечения. И я его нашел физически и хочу его грохнуть. Помню, что в Avast есть практически абсолютный удалятор для всего. Я уже Avast качал, проверял ей тоже на ошибки. И я сейчас попробую этому инсталлятору как раз скормить. Вот этот Geek of Sys, чтобы после перезагрузки он точно сдох. Где-то он тут был. Удаление файлов. Давно им не пользовался. Сейчас попробую найти. Вот оно, отложенное удаление файла. Я помню, что убивалось им практически все после перезагрузки. Я уж не знаю какой методикой. Угу. Ну а теперь идем в ребут и смотрим, что получится из этого. После перезагрузки я решил снести Avast и выкачать Касперского и его поставить. Надо будет еще к юридам один разик пройти, посмотреть, осталось что-нибудь из гадости или не осталось. Или все уже посносили. Ну, по крайней мере, вроде качается нормально. Что у нас тут еще в автозапуске? Вроде ничего нового не прибежало. Я уж, в принципе, его только что просматривал. Так, тут пока качается. Схожу-ка я в загрузки. Где у нас там кюрид был? Пусть еще раз пошуршит по диску С. Может, что-то еще интересное наковыряет. Сейчас, я думаю, хороший случай будет сравнить кюрид и Касперского. Потому что, например, сейчас кюрид мне пока ничего не нашел, а Касперский уже ругнулся на какой-то ВИМПР. Сейчас попробую найти, где тут у него статистика. Чтобы понять, что это все-таки было. Где-то она у нее закупана. Че-то, наверное. Ну и где? Я хочу список посмотреть, на что реакция была. Нет. Здесь, по-моему, файловый антивирус. Ну и где? Вот я не понимаю, где статистику в нем смотреть. Но у нас же было так закопать глубоко. Я хочу тупо посмотреть историю. Ну и где я могу этот отчет посмотреть. Надо к нему в папку куда-то лезть. Почему здесь нельзя его выдать? То есть, получается, как только я проморгал то, что он с меня просил, то все, я это уже все не увижу. Надо куда-то лезть в файл и искать этот файл отчет, и его читать. Давай обновись. До свеженького. Вот, интересно, на что он среагировал. Вот, посмотреть отчет. Наконец-то мы добрались до отчета. Почему это нельзя сделать из менюшки и программки? Она еще грузится, грузится, грузится. Интересно, это он на Кирит среагировал или TeamViewer? Что у нас еще? Больше там ничего не запущено. Больше ничего в темпе не должно быть. Либо какая-нибудь дрянь. Ну давай, удали ее. Ноты, вирус. Адвар. Все равно, нафиг, сноси. Ничего страшного. Дорожные объекты, 7 дней. Ничего нет. Точнее, оно грузится. И программные модули уже 99%. Причем очень долго он дошел до 97%, потом долго-долго-долго. Минут 5-7, наверное, я его уже жду, пока он обновится. Ладно, посмотрим, что дальше получится. Так, и прошло 3 минутки. В итоге обнаруженный файл удален мне написал. Отлично. И обнаруженный файл удален, вот который в mipr какой-то X в local валялся. Ну хорошо, отлично. Сейчас дождусь компонента, чтобы он все-таки сам себя обновил. Я надеюсь, у него это получится. И в перезагрузочку уйду. И после перезагрузки придется, наверное, еще одну проверку сделать. Так, и сейчас еще надо этот Касперский нетворк удалить, который вместе с Касперским поставился. Который не нужен. Где-где-где я вам? Что-то не вижу. Самого Касперского не вижу. Ладно, тогда это после перезагрузки все будет. Ну что, уходим в ребут. Так, после перезагрузки сейчас убьем этот Security Connection. Из установки удаления программы его просто удалю. Да, что-то какая-то сегодня тяжелая чистка. Очень поганая штука попалась. Она много где прописывается. И антивирусы ее не особо ловят. Нет. Так, и автозапуск еще хочу посмотреть в загрузках. И, наверное, этот... А, но Керит у нас уже ничего не нашел с прошлого старта. Еще раз, что ли, его прогнать? Тогда сейчас С сделаем на проверочку. Пусть... Пусть проверится. Может, что новенькое найдет. Свеженькое. Так, и в этих загрузках... Так, вимпэр этот сдох. Медиаплеер какой-то, нафига? Коллайд обновления не надо. Вроде все остальное от Microsoft родной. Нечего тут лишнего запускаться. Shell, Shell, оболочка, Shell Unlock. Пуск у нас человеческий остался. Здесь хорошо. Так, ну пусть пока проверяется. Сейчас еще раз проверим. Сопера там с нуля ничего не загружается. Нет, здесь вроде все красиво. Ну-ка, что у нас на рутрекере? Ну, какой-нибудь там Джон Уик. Которого сегодня искали. Просто хочу проверить, потому что при открывании как раз ссылки опять какой-то экзешник скачался вместо торрента нормального. Какой-нибудь маленький. Да нет, все нормально. Но я надеюсь, все-таки мне удалось до конца выпилить всю эту гадость. Ну, в общем, без антивируса не обошлись. Пришлось антивирус поменять и к юридитам все это прогнать. Все эту гадость. Ладно, человек поработает, посмотрит. Я надеюсь, что все-таки я все отсюда выгреб. Всю дрянь, которая была. Можно, конечно, на DW-клинер еще раз попробовать. Так, карантин от него можно снести. Сейчас попробую еще разик запущу. Где он у нас тут? Адв, адв, адв. Не вижу. Проще, наверное, заново его выкачать. Потому что Касперский будет долго все это ковырять. Вот он. Malwarebytes. Адв-клинер. Это правильный сайт. Ну, вот, должна загрузка начаться. Тоже нормальный файлик скачался. Это радует. Давай, родной, запускайся. Ага, спасибо. Что-то все недолго прям чистка затянулась. Все, пока на паузу. Ждем, пока проверит. И несмотря на все проверки с рандомной закачки из оперы, я сейчас сейфором пытался поставить. Рандомной закачки из оперы качается вот этот вот файлик. Дрень такая. Что-то, видимо, такое свежее. Такое ощущение, что это, может, на уровне, блин. Сейчас найдем. Может, народ уже с этой бодягой столкнулся. Ну, пока ничего нет. Ну, ладно, сейчас поищу, почитаю. Потому что рандомно грузится эта дрянь. Я не пойму, то ли это к опере относится, то ли это вообще относится к тому, что я с Украины пытаюсь что-то выкачать. Может, это на уровне, не знаю, государства. Что-то где-то подменяется специально на какую-то дрянь. Ну, сомневаюсь. Потому что вот он, св-хелпер, да, нормальная утеритка. И тут же параллельно до этого скачался совершенно другой файл. Интересно, в каком случае оно качается. Так или качается так. Сейчас? Нет. Сейчас опять нормально качается. Вот в чем за подлянка-то? То есть то нормальный качается, то ненормальный качается. Очень, блин, странно. Ладно, сейчас пусть он тогда допроверяется. Здесь я все ADV-клинером опять вычищу. Перезагружусь и попробую. Где-то этот настолько глубоко сидит, что никто это выковырять не может. И непонятно, где прописано. Интересно, в хроме такая же хрень или нет? Но опять же, никаких нет гарантий, что я сейчас открою и будет какая-то проблема. Опять эти 12 котов. Потому что человек же повторно заразился, получается. Всякие пульсы. Убиваем все это дело. Ну, пусть будет. Ну-ка, а здесь у нас Save From. Что даст? Тоже на какую-то ссылку опять он вылетает. Опять где-то дерьмо какое-то висит в системе. И никак его не вычистить. Куда-то опять он у меня налево. Перекидывает. Опять вот эта бодяга скачивается в первый раз. И почему непонятно. Пробую вынайти эту штуку пробить. Здесь вроде все нормально. Вопрос, в какой момент все это подменяется. Вообще не ясно. На какой-то левый сайт лезет. Ой, у Star Green.com. И он причем постоянно, видимо, к нему запросы дает. Ой, Y Star. Сейчас посмотрим, кто это вообще. Сейчас я у себя его набью. Так вроде. Ой, Y Star. Green.com. Ничего. А, блин. Шип все в одной буквке. Да уйди ты. На какой-то магазин, что ли. Угу, спасибо. Ну супер. Он-то взломан. А дальше-то что? О, какой-то Ява-скрипт обнаружился. Супер. Лечить с перезагрузкой. Попытаться без перезагрузки вылечить. Давай-давай. Что, допроверялся? Угу, 99. Удалить, конечно. Блин, даже не знаю. А, вот этот Иц где? Ну Иц я уже убивал вроде. Жесть, конечно, сегодня. Хочется человеку посоветовать винду переставить. Быстрее будет. Ну что, 99? Давай, родной, давай. Как я устал все это чистить? А, application, да, так куда-то туда все это засунулось. Ну, устранись. Уидс. Где? Долить архив, конечно. Все, все обработаны. Да, давай. Теперь ты дочисть всех, кого можно. Да, перезагрузочка. Ждем. Ну что, продолжаем разговор. При старте опять открылась опера. И, соответственно, вкладка по умолчанию, которая с котами. То есть, дрянь где-то еще обитает, сидит. Наверное. Либо где-то просто настройки стоят. У меня настройок уже нет никаких. Где еще, может быть, в назначенных заданиях? Здесь служба индексации, я бы их уже вырубил. Мне уже который раз глаза мозолят. Либо он как-то то запускается, то выключается. Вообще, оно выключено. А, это у нас карт рана. Ее интересно, как вырубить. Я думаю, в Windows оно точно не нужно. Честно говоря, я даже не знаю, где смотреть. Уже все, все выковырял. Так, а есть ли у нас назначенные задания еще раз посмотреть? Там, по-моему, тоже ничего не было. Либо авторанс не видит. Тоже вариант. Возможно. Автозапуск еще посмотреть. Ну, здесь чисто. Здесь тоже все от Microsoft, но от известных контор. Сейчас вот просматриваю. Список владельцев файлов. Блин, ну ничего нету. Все такое очень культурное. Да и в назначенных задачах тут все стандартное. Здесь диагностик. Либо это что-то прям хитро-десятошное. Попробуем еще раз. Будет такой эффект или нет на скачивание в дебильной ссылке. Нет, сейчас вроде нормально. В прошлый раз у меня в хроме эта бодяга сработала. Save from. Вот, сейчас тоже нормально скачался. Так. Попробуем теперь в опере проверить. Вот и в опере в хроме. Так, save from. Уже голода не соображает. Ну, долго, долго. Уже три часа почти этой хренью занимаюсь. Подобрать и душевной. Так, здесь вроде нормально. А здесь? А здесь опять говнище какое-то вылезло. И опять меня на какое-то дерьмо перекинуло. С Касперски даже с протекшеном. Тем не менее выкачивается какая-то дрень. Даже причем на регулярной основе. Причем это все для хрома. А для оперы нет. Ну что, мне все-все по хрому найти. Блин. Так. Где-то же это в нем прописано. Или тогда и опера должна с ума сходить. Нормально все. Здесь нормально все. Почему туда у хрома крыша едет? Неясно. Сейчас поищу. Может, что-нибудь найду. Тут фильмец начал смотреть, пока оно все проверяется. Вот мне еще что подозревает тут. Какая-то примочка. Этот уц никто до конца не добил почему-то. Только папочка осталась. Проще, да. Проще при таких глюках, наверное, винду переставить. Быстрее получится. Тем более она, по сути, пустая. Но это хорошо тому, кто умеет переставлять. Кто не умеет, конечно. Соб без вариантов. Блин, ну непонятно. Либо надо трансляцию делать и коллективным разумом решать, как быть. Потому что опера вроде адекватно себя чувствует. А хром решил поипениться. Всего только переставить. Все из него выковырять. Всего поверху буду переставлять. Тогда просто папку удалю. Она на те же места потом встанет. Так, и у нас еще пользователи. Админ. Апликейшн. Дата. Локал. Хром тут тоже должен быть. Сейчас попробуем переустановим. Поглядим, что выйдет. Тут что-нибудь есть. Мозилы есть. Больше ничего нет. Роуминг. Хром. 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 Что я Яндекс делаю? Те же вроде уже убили давно. Сейчас посмотрим, есть ли где-то еще хром. Хром. Давай-давай-давай. Поиск. Все, что нашлось. Хром. Я понимаю, почему в Мозиле хром что-то делает. Да, почему ссылочку как-то так рисует. Что я не могу выше подняться. По-дурацки, короче. Придется, видимо, искать ручками, где это там Мозилы с хромом живут. Так, друзья, покопался еще в интернете. И вспомнил, что можно посмотреть ДНСки. Видите, ДНСки какие выставлены. Какой-то полный вообще левак. Я думаю, что это не провайдерские ДНСки. И отсюда у нас и куча всякой бодяги лишней скачивалась, которую не просили. То есть подмену ДНС тоже нужно учитывать. Но, опять же, остается открытым вопрос, с какого фига грузится при старте опера. С какой радости. Видите, сейчас я попробую ребутнуть еще раз ту машину удаленную. И посмотрим, что из этого получится. И вот у нас 12 котов, кстати, вылезло внезапно. Total не знаю, кто такой. Вот 12 котов точно надо удалять. Это я уже по реестру чисто поиском искал. Сейчас попробуем еще раз пройтись. Может еще какая гадость найдется, связанная с 12 котами. То есть где-то это прям так засунуто хорошо, что везде вылезает. И непонятно из-за чего. В процессах нету, в дейлиликах нет, антивируса не видят. Но как бы может что-то где-то подменено, конечно, очень хитро. В общем, концов не найдешь, сложно. В общем, ждем. Так, ну в реестре ничего не нашлось. Это, видимо, была единственная запись. Тоже интересно, что за место, да? Internet Explorer, Low Registry. Ну, по сути, только в Explorer, получается, эта пропись есть. Больше ее нигде нету. Не откапывается. Ну, хорошо. Здесь тоже по автозагрузке я посмотрел. Ну, хотя через msconfig, но его как такового тут нет. Поэтому вот единственное, что тут есть в автозагрузке. И больше мы, наверное, ничего не увидим. Тут никаких дополнительных функций. Что у нас тут? Ничего нет. В общем, перезагружаемся и смотрим. И тогда я буду искать, где же там эта Opera грузится, блин, при старте системы. Что у нас тут еще может быть? Ну, VSD Cleaner тут ни при чем. XN View. Кто еще может Opera вызывать при старте? Microsoft. Ну, блин, здесь все это. Здесь все цвейное. Либо в какой-нибудь GTA-хе что-то засунут. Но она же в автозагрузке опять же не стартует. Короче, непонятно. Ладно, уходим еще раз в перезапуск. После перезагрузки опять у нас Opera. Но это опять браузер по умолчанию, я так понимаю. Сейчас еще раз DNS-ки проверю. Поменялось что-нибудь или не поменялось. Нет, здесь все автоматом. Тут ничего тоже нет. Так, осталось выяснить, где эта зараза грузится. Я так смотрю, если реклама не была заблочена, тут бы еще куча всякой кайки вылезла. А, блин. Иди сюда, вернись. Я уже не знаю, откуда это все может грузиться. Уже просто какая-то задница. Либо в десятке есть какие-то места еще неизвестные. Убираем этот Mail, WinMail. Ты вот кто у нас? Active Setup. Тут тоже хост процесс. Ставит компонент. Ну, получается, вот то, что у нас только в лагоне стартует. Больше я тут ничего не вижу. Может, к нему, конечно, что-то подпихнуто. Так. Какие-то неизвестные паки. И вот это еще радость тоже куда-то ведет. Может, вот этот параметр install. Там и мы скорость подменена. А install это какой-то параметр, который позволяет еще что-то стартануть. Попшень непонятно. Update on Google. Касперский NVIDIA. Блин, ну вот реально неоткуда это все дело стартовать. Единственное, что может быть... Сейчас я, кстати, у себя посмотрю. Может... Сейчас на своем компе проверю, есть эти N-A буковки или нет. Если нет, тогда мы их оттуда удалим. Потому что технически они вроде как безобидные. Сейчас посмотрю. Секундочку. Есть у меня что-то подобное или нет. А у меня этих N-A нету. Ну, возможно. Возможно, что-то у меня World of Tanks грузится с какой-то радостью. Updater. Уйди отсюда. Вот не зря открыл. Не зря посмотрел. Так, но у меня всей этой батяги нету. И в лагоне их тоже нету. Хотя есть вот N-A. Installit Components. Вместе с Vivaldi. Здесь вот он. Хост процесс. Да, и там тоже Installit. Сейчас посмотрим. Лагон. Installit Components. Installit Components. Да, есть получается. Только у меня немножко побольше всего. Ну и к шелу вроде тоже никто не привязался. А, то есть он говорит, что его как бы вообще нету, да? Ну и здесь все то же самое. Здесь тоже все то же самое. Блин, ну кто нас еще автозагрузку показывает? Циклинер, по-моему, у нас еще автозапуск показывал. Может он там что-то увидит? Ну, вряд ли. Насчет процесса хакера. Не помню, было там что-то в загрузке или нет. Кто-то же эту дрянь запускает, блин. Че, хром сдох? А, ну я же его убивал сам, все. Это просто ночок остался. Ох, так. Блин, вот почему авторанс это не видит? Вот же явно видно. Почему этого нет в авторансах? Уже не первый раз натыкаюсь на эту бодягу. Классик Шелл, да, Классик Шелл стартует. Вот он, непонятная хрень. Ашка, так, сейчас в реестре посмотрим, где это место. Видите, какой у нас циклинер полезный оказался. Так, реестр, реестр, реестр. Просто извините, уже торможу. Столько времени комп чистить, это... Причем выходной день. Регидит. Сейчас попробуем сходить в это место. А ну-ка, он откроет. О, open regedity. Как раз посмотрим. Run. Ну и вот он там прописан. Блин, почему авторанс это не выковыривает? Печаль. Минус 10 баллов авторансу. Вот он тут висит, конечно. Последний из магикан, кто остался. Так, теперь сейфромом попробуем проверить это все. Браузер плагин. Что у нас за плагин? О, отсюда можно и плагин от браузеров удалить. Прикольно. Буду знать. Что-то я не пользовался этой функцией ни разу. Пытаюсь найти уж русский язык, раз на то дело пошло. Russian. Сервис. Странно, причем тут браузер плагин, если вообще ведет куда-то неплохо. Понятное место. Так, ладно. Ну что, проверяем тогда. По сути, у нас сейчас все должно быть красиво и хорошо. Только надо хром выключить и заново поставить. И попробовать тот самый сейфром. Хотя мы вроде его победили. Просто на скачку. Чтобы лишнего ничего не вылезало. Хром для компьютера. Давай, давай, давай. Скачать хром. А не надо ничего отправлять. Мы уже тебя скачали. Угу. Хром сетап. Все нормально. Как все грустно и печально. Ну-ка. Что скачается? Так, здесь нормальный файлик. А здесь? Здесь тоже теперь как... Так, здесь тоже все хорошо качается. Без всяких левых zip-архивов. Сейчас на хроме еще проверим. И можем Mozilla 3 поставить. Как у нас, кстати, делось? Я уж не помню, что я удалял, что не удалял. Ага, хром вернулся. Супер. Спасибо, спасибо. Так, ну-ка. Save from. Ну, разрешись ты, разрешись. Давай. Да вроде все нормально. Правильнее качается. Да, да, ну тут как бы все хорошо. Good. Good. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 чудненько ну что попробуем еще раз я 2z написал 2l надеюсь что она заведется иначе это будет прям фейл какой-то значит будет пользоваться оперой и хромом там по умолчанке вроде изначально опер стоял давай родная запускайся я в тебя верю у тебя получится отсутствует профиль ну и отлично ну да запустись ты просто профиль отсутствует сейчас найду вы найти чуть чуть это значит и как это работает как запустить если ваш профиль отсутствует т.д. так хорошо 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 тут говорят что какой-то надо менеджер профилей запустить запуск менеджер профилей при закрытии фарфокс давно мне не открывается ну хорошо там какие-то с каким-то параметрам типа надо п что ли вот так вот запустить ну симптомы есть нет ну вот смотрите как она выглядит блин не то вот так они предлагают менеджеры профилей а где этот менеджер профилей то взять ребят каком месте его наковырять если фарфокс запущен айсин не запущен то чо вот да закрыт он у меня дайте какую-нибудь утилитку расширение и по нет профиля но сделай ты его почему надо выдавать ошибку и вываливаться давайте посмотрим еще какой-то вариант и в в в в в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...